всем привет эту фразу я говорил уже в предыдущем ролике и еще одну я говорил в предыдущем ролике а именно фраза это гласит вы можете поддержать данный канал очень простым действием что это за действие как это сделать написано под каждым роликом у меня их там уже 200 с лишним поэтому в любой нужно ткнуть и прочитать ну да ладно заканчивать на этом я не буду я продолжу одна из рубрик которые я придумываю а придумал я пока всего одну называется 33 аккорда по аналогии с той что идет на первом канале центрального телевидения и называется 33 аккорда это удивительная музыка эта музыка которая разрывает мозг и выжигает душу а также лишает нас сознание ну моя рубрика называется 33 аккорда она не так ужасно как даже она не так грандиозно как то что идет по первом канале хочется сделать под рубрику под 33 аккорда сказать 333 аккорда и в этой вот под рубрике 333 аккорда я предвижу что будет 333 это потом 333 это вот это биби кинг величайший блюзовые музыкант действительно величайший хотя ну странно я не люблю вот эти уже великий вот и это великий гитарист это великий певец это ля-ля-ля величайший такое количество прекрасных музыкантов их сотни их тысячи если не десятки тысяч их очень много поверьте многие из них вообще играют на улицах и никто их не знает и никогда не узнает качество их игры и глубина их музыки не связано с отсутствием популярности или наличием этой популярности код биби кинг действительно он если говорить о блюзе о блюзе который издан на носителях на любых а блюзе который звучит и звучало в концертных залах это безусловно один из лучших тут как бы клейма негде ставить на нем достаточно послушать внимательно любую его пластинку чтобы убедиться в том что это выдающийся гитарист выдающийся музыкант выдающийся блюзман не просто музыкант музыкант играющий блюз потому что что-то другое в исполнении биби кинга я не слышал никогда может быть он что-то играл хотя вряд ли он как был заточен на блюз с детства там по моему с 12 летом что такое играл на гитаре так и пошло пошло ну что я говорю банальности все проект все знают естественно вот это первый альбом большой большой альбом биби кинга который вышел в 1957 году и является при всей моей нелюбви к сборникам он является сборником синглов которые были записаны и вышли в свет пятьдесят первого по моему года по 56 и среди них есть грандиозные хиты такие как 3 o'clock blues которую обожали все слушатели того времени ну те которые слушали блюз вообще любили его и женщины и мужчины главное женщины потому что что такое рок-концерт знаете что такое рок-концерт как собирается публика на рок-концерт на рок-концерт как это не странно на большой если говорить о больших концертах ну а маленьких тоже на концерт ходят женщины и девочки вы удивлены да именно девочки приводят собой мальчиков и мужчин и поэтому аудитория раздвояется смысле увеличивается это правда это так сказать это это доказано уже многократно поэтому артисты в виде джима моррисона и одевались кожаные штаны там все эти дела это что это же как бы привлечь надо девушек и женщин к себе а когда приходит девушка она не приходит одна то есть аудитория удваивается это нормально нормально так было всегда ну так вот 3 o'clock blues обожали все и вот эти но здесь нет ни одной плохой песни ни одной плохой песни и собственно к 57-му году baby king уже был известнейшим музыкантом в америке был практически вне конкуренции потому что там около 300 концертов в год он как играл тогда 50-е годы так и практически до последнего тура который был в по моему в 2006 что лига я боюсь ошибиться так и фигачил там 250 300 концертов в год вот такая была жизнь жизнь была разная количество на количестве концертов это не сказывалось но были финансовые провалы большие большие паузы эти были взлеты взлетов было больше потому что чем baby king является одним из немногих по пальцам можно пересчитать блюзменов которые добились какого-то более-менее финансового успеха че блюз денег не приносит никогда не приносил и продолжает не приносить никому baby king в этом смысле не то что повезло он заработал свою так вот об этом альбоме меня достаточно много пластинок baby king а кстати вот очень хорошие я про нее потом отдельно поговорю это супер диск просто супер диск completely well называется а вот это наверное самые роковые если можно так сказать альбом baby king а хотя все привыкли все у всех был не у всех у большинства слушатели такое предвзятое мнение что baby king а такая эстрада какая-то такая что такое сладкая что-то такое мягкая ну во первых не сладкая не мягкая не эстрада никакая потрясающая гитарная игра всегда была везде чтобы он не играл и джаз заходы и в соул там и фанк немножко и и с оркестром и без оркестра всегда очаровывала его гитарная игра а если говорить о жесткости это вот это самый жесткий альбом 57 год и как-то удивительным образом получилось записан записывались синглы выпускались для и для черной и для белой аудитории американской и в общем все любили музыку не такую не жесткую да такую по помягше по по фрэнк сенатора кстати говоря baby king фанател на фрэнке сенаторе об много написано и до последних дней он говорил что засыпаю всегда под фрэнка сенатом перенял немножко даже в голосе в пении помимо помимо икры на гитаре он еще выдающийся певец между прочим baby king фантастически вот на этом альбоме это сразу все слышно ну да ладно значит первая вещь please love me называется да песни записаны в разное время как я уже говорил там с 51 по 56 год и please love me она записана то ли в 54 то ли в 55 где-то она не первая далеко здесь записка 3 o'clock blues записан раньше а 3 o'clock blues у нас раз два три четыре пятый пятый номер на первой стороне но выстроена вот здесь вот скомпилирована настолько правильно настолько верно это маленький лейбл краун выпустил эту пластинку братья бихари такие если я не ошибаюсь братья бихари и один из братьев бихари является соавтором большинства песен вместе с кингом он их написал так очень удобно пришел записывать альбом и один из владельцев лейбла грида я буду твоим соавтором я напишу вместе с тобой песню пришел в студию и вместе с так сказать с владельцем написал все так вот please love me первый номер начинается с такого гитарного рева с такого жесткого гитарного объезда такое даже не в стиле чака бэрри такое такое трезвучие в стиле rolling stones наверно уже по жесткости очень такой что я слышу я слушаю rolling stones или биби кинга который привык вот к такому же скач просто рок и дальше идет эта песня please love me ну естественно блюзовая форма сзади оркестр оркестр здесь играет везде очень хорошо он всегда сзади он не вылезает вперед не давит играет достаточно сложные такие сложно аранжированные такие партии но все очень четко именно 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 сзади не должна подкладка а ну как то вот так вот такое извините за выражение мясо в песне такое создается оркестром и здесь baby king вытворяет сразу на гитаре такие чудеса такие соло свое вот это свои фирменные бэнды длинные и точные настолько настолько изящные это его фирменная такая фишка вот эти бэнды и я ну аналогов не слышал честно говоря потому что ну длинный бэнсу такое кто только не играет в любой клуб приди все те будут играть эти подтяжки но как они звучат у кинга насколько изящно тонко и точно сымитировать можно и фразировка гитарная baby king совершенно оригинальная манера совершенно оригинальные фразы играются на гитаре мне скажут ой да таких фраз мы слышали миллион правильно потому что 99 процентов блюзовых гитаристов играют музыку baby king а снимают его его вот эти вот фразы и на основе их уже выстраивают потом свою технику поэтому поэтому мы слушаем мы мы слышим к не то чтобы копирование а слышим похожая на биби кинга то что то что человек слышал 15 лет назад играл эту музыку и потом стал играть уже на этой основе свою поэтому я это все слушал играет и покруче покруче вряд ли скажу его и вот это плезла вми такая в общем буквально жесткая крутая гитарная можно сказать за запилами можно сказать даже вещь you upset my baby известный номер который он играл всю свою жизнь на концертах перетащил ее уже в будущее you upset my baby играл ее и короткие версии длинные версии она такая со стоп таймами очень интересная гитары здесь немножко поменьше но зато голоса побольше и голос фантастический every day i have the blues тоже песня которая исполняется исполнялась на практически на всех концертах биби кинга и на нескольких студийных альбомах потом еще в разных версиях и здесь king играет немножко изменив манеру свою играет нас так как будто выстреливая каждую нотку так вырезать такие настолько четко не хочется говорить как как говорит один интернет блогер гитарера такой высекает высекает то если правы про высекает вот здесь вот он не высекает а выстреливается но это настолько такое да можно там сказать стаккат то пиццикат то там как угодно это не пиццикат то это именно папа по полное звучание ноты но так так жестко так вот это просто с другим тембром немножко из такой подачи с такими звукоизвлечением фантастическим именно здесь потому что другие версии every day i have the blues они они другие там он не так играет не такой же скач bad luck достаточно традиционная штука а 3 o'clock blues это нечто это такой ползущий оркестр то он ползет звучание оркестра ползет обволакивает и king играет также у него другой тон здесь на гитаре немножко измененный тоже тембр и такой тупой немножко с убранными высокими и так все это вот ползет 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 со всех сторон вокруг сбоку с другого боку сзади так такой ползучий и при этом трогательный вокал все-таки baby king а трогательным но мужской но молодой и хороший blind love я пропущу она просто хорошая walk up this morning на второй стороне привет от чака бери вроде бы такой мамба мамба самбо мамба которая вдруг разворачивается в рефрине в быстро одну такую не знаю как сказать оркестровую такую плавную мощную историю и потом опять в самбо мамба пришли you know i love you до sweet little angel потрясающее гитарное соло просто просто умопомрачительное с такими неожиданными разворотами гитарными одноголосыми такие мелодии играет baby king здесь солид в соло откуда что берется как как фантазия как сознание движется настолько неожиданно вроде бы ну что такое блюзовое соло да мы все слышали миллионы такого еще не слышали никто как именно в этой версии sweet little angel и глиссанда неожиданные и вскрики гитарные какие-то вдруг ни с того ни с сего какой-то просто не знаю авангард блин блюзовый авангард в те времена так так сделать это это фантазик да и в наши времена тоже мало кто так делает там он гиас неожиданная реверберация появляется в голосе кинга да и кстати и он и новая лабио здесь поет king поет привет франку синатри поет переходит на фальцет обратно в открытое горло и такая такой певец просто я не знаю певец певцов ну в общем в общем слушать этот альбом знакомьтесь с биби кингом если не знакомы а если знакомы еще разик можно худо не будет 1957 год биби кинг сынен до блюз называется пластинка это не последний биби кинг у меня так что все еще будет пошел пить пока